У Пелевина есть такая фраза в последнем романе Успех в бизнесе — социальный феномен и всегда связан с безрыбьем вокруг Вернее, со способностью поставить это безрыбье раком Сейчас сюда выйдет человек, который расскажет, как народную забаву превратить в многомиллионный бизнес Роберт Меликстян, встречайте! Роберт Меликстян! Всем привет, друзья! Друзья, по этим видеороликам, все, что на этом экране с таким звуком и картинкой, не покажи, все максимально пафосно выглядит, правда? Прям усиливается, знаете? На самом деле, сегодня у меня будет перед вами, наверное, первое публичное выступление И оно всегда связано с чем? С волнением И я сразу, перед тем, как расскажу о своих 10 принципах бизнеса, Хочу вам рассказать один бонусный, как я с волнением справляюсь Я считаю, во-первых, что публичное выступление, выступление перед людьми Это одно из самых лучших вещей, которые вы можете сделать для себя, для своей личности И чтобы излишне не волноваться, я договариваюсь сразу с собой и, может быть, это сделаю с вами Я сегодня выступаю ни на пятерку, ни на отлично Может пройти все, что угодно, я могу где-то запнуться, возможно, я сделаю это специально Но главная для меня задача сделать сегодня пользу для тех, кто только становится на путь предпринимательства И для тех, кто уже опытен Я думаю, я смогу вам обоим этим группам дать интересную информацию Итак, проверим кликер Кликер работает Значит, что хочу сказать Чаще всего, когда я встречаюсь с кем-то из людей, знакомлюсь Чаще всего мне задают один и тот же вопрос Роберт, почему рыба? Ведь ты не похож на человека, который родился в резиновых сапогах Который бегал с сачком, по четвергам выдергивал рыбу из воды и что-то с ней делал Абсолютно я на такого человека не похож, согласны? Я могу сказать, что все началось несколько лет назад Ну, довольно-таки уже лет, наверное, 10 назад Когда был один человек, которого звали Коля Чехословак На самом деле его звали немного иначе, но принцип был такой Имя и национальность, назову его Коля Чехословак Он был знаком с моим отцом И однажды он сказал моему отцу Слушай, ты знаешь, вот рыба, он занимался рыбой Рыба, это вообще тема нормальная Я думаю, это выглядело примерно вот так Вы знаете, вот что? Почему, как вы думаете, почему человек, вот мой отец Который всю жизнь до мозга костей военный У него просто с 20 лет до 45, кроме военных действий и армии Больше ничего не было Человек имеет 37 лет военной выслуги Почему он решил заниматься рыбой? Все просто Коля Чехословак был единственным и первым человеком в нашем городе, в Азове Который купил себе Volvo XC90 новую Ездил на ней по городу Азову, как на летающей тарелке И все знали, что на этой Volvo, в этой Volvo сидит Коля Чехословак, рыбник Итак, первый принцип В пекло любимое дело Вы знаете, из каждого утяга, наверное, доносится, что ты должен заниматься любимым делом Следуй своей страсти, следуй своим желаниям и так далее Но я хочу сказать, что если вы выбираете путь бизнеса, то вы точно не должны искать нишу, которая будет вам прям нравиться и так далее Если вы уже увлекаетесь, например, историей, музыкой, психологией, возможно, вам нравится спорт или что-то еще Пожалуйста, развивайтесь в этом направлении Но на этом направлении вас не ждет богатство Оно вам никем не гарантируется Довольно сложно монетизировать какие-то свои таланты и так далее И из всех видов деятельности, которые существуют, есть только один Целью которого и задачей которого является генерация чистой прибыли, кэша, увеличение капитала И это бизнес Все остальное не про деньги Только в бизнесе целью являются деньги и богатство Так что, так же вам надо понимать, что все, что создается вокруг нас, то место, где мы сидим, ковролин, мебель и вот эти лампы Все это создано людьми, которые хотели заработать В этом есть финансовый коммерческий интерес Я трудно себе представляю человека, который, знаете, занимается, например, металлом А на этом очень хорошие деньги делаются Здесь есть люди, которые вам подтвердят Который занимается металлом И это было у него в списке мечт, любимых дел, детства, подросткового периода Люди делают деньги на электроинструменте На песке, на щебне, на куче всего скучного и неинтересного На чем делаются миллионы Понимаете? Поэтому, если вы мужчина Я немного разделяю Ну, немного женское и мужское, это немного разно У женщин там, конечно, много на эмоциях И многие из девушек, женщин занимаются какими-то красивыми вещами И так далее Но для мужчины, если вам 20-25 лет, пожалуйста Если вы решили, что вам нужны деньги А мужчине нужны деньги Потому что он должен содержать семью, себя и своих близких Я думаю, это цель любого мужчины Мы имеем это внутри себя Для мужчины, в первую очередь, если решили То просто развивайтесь в какой-либо финансово достойной нише То же самое я и говорил и про, собственно, и утилизацию отходов Тоже мало ли кто видел у себя мечтой Что он будет заниматься этим делом Но люди ездят на фантастически красивых машинах Зарабатывая на утилизации отходов Значит, также один нюанс, который я заметил На своей шкуре Если предприниматель все-таки решил попытаться монетизировать свое любимое дело То у него будет повышенная терпимость к низкой чистой прибыли То есть человек будет готов работать в ноль На низких чеках Он будет готов делать скидку Ему легче будет сделать скидку Потому что он все равно с удовольствием сделает свою работу Понимаете? Вот он готов будет какое-то время продержаться и в минусе А чаще всего он вообще не будет ничего считать Потому что его прет, он все, он движется в своем направлении, он там делает, 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 он может быть за всех все делает, да, потому что он выбрал любимое дело. Вот это вот выражение, выражение «мой бизнес – это мое дитя». Вот как бы это чисто женское, конечно, выражение, но для мужчины это вообще не свойственно, да. Мужчина смотрит на цифры. Первое, что мужчине нужно в бизнесе. Поэтому первый слайд был о том, чтобы в пекло посылать любимое дело. Принцип два. Спасибо, друзья. Принцип второй. Долги в бизнесе условны. Вы знаете, у каждого из нас есть такое отношение, да, вот если ты взял деньги у кого-то, да, вдруг тебе потребовалось, то ты очень ответственно к этому относишься, нервничаешь и всегда держишься в уме, что ты должен четко рассчитаться и все остальное. И я имел такое же точное отношение, но когда я начал заниматься бизнесом, я встретил, что нельзя смешивать эти две вещи. В бизнесе как-то все немножечко иначе. Я был гиперответственный и даже какое-то время, первое время, я не мог позвонить поставщику, чтобы мне привезли товар, прежде чем у меня не будет полной суммы, понимаете. Я должен быть уверен, что вот он приехал, все, я с ним полностью рассчитался. Вот, но со временем я понял, что на самом деле в бизнесе далеко не все контрагенты так себя ведут. И в большинстве ситуаций, в большинстве ситуаций это норма, если ты в течение месяца рассчитываешься, если рассчитываешься тогда, когда к тебе пришли деньги, да. Вот, соответственно, я понял, что в бизнесе как-то это все немного полегче. Знаете, вот даже у меня был личный пример, когда я перечислил деньги по счету, по договору за товар, и я уже два года его просто не могу получить. Человек просто отписывается в прокуратуре, там, полиции и так далее, мне на претензии. Он пишет, я не отказываюсь, я сделаю то, что я обещал. Это означает, что он уже не мошенник. Соответственно, ему, ну, это у него все просто затягивается. Сначала там по сроку договора, потом еще какие-то сроки. Ну, то есть это все очень долго. Поэтому, начиная бизнес, это я говорю новичкам, не парьтесь насчет того, что вот у вас прям не хватает, вы немножечко где-то не успеваете рассчитаться. Все это в бизнесе условно. Кстати говоря, я хотел еще сказать, что есть компании, которые работать могут долго и могут развиваться, будучи должными всем вокруг. Мои клиенты, среди них такие тоже есть, они берут товар у одних, перечисляют деньги другим, взяли там товар, перечислили сюда, и это длится годами. При этом они могут даже работать на маленькой марже и быть финансово успешными. Вот, так что если ты выгоден в бизнесе, тебя душить никто не будет. Так, следующий принцип. Третий, постоянное углубление оцифровки. Я вам скажу так, я никогда не работал без хотя бы какой-нибудь сраненькой таблички в Excel. Я всегда что-то записывал, прописывал и считал. Начинал я, конечно же, с таблички в Excel. Она у меня была такая, вот со временем разрослась, конечно, можете посмотреть. Я заносил все свои приходы сырья, я усреднял цену, по которой я покупал сырье. Я усреднял цену, по которой я продавал сырье, готовую рыбу. Выходы у сушки тоже усреднял, ну потому что слишком много было разного. У каждой партии свои были параметры. Но мне нужно было хотя бы хоть как-то понять, вот какой у меня результат. И табличка в Excel, конечно, в этом плане меня ориентировала. Но этого было, конечно, недостаточно. Параллельно, пока я ввел эту табличку, я писал с программистом свой сайт. Я решил, что я возьму и полностью смодулирую наше предприятие в виде сайта. И мы будем видеть, в какой день, что будет происходить на нашем производстве. Таким образом, сайт у нас проработал довольно долго. На нем появился партионный счет. Сейчас я вам покажу скриншоты. На самом деле я закрыл работу этого сайта 1 января, потому что мы перешли на более совершенную систему. Скриншоты я взял из переписки с программистом, когда у меня что-то не работало. Поэтому там все будет такое, кривое, косое, но это вас чуть-чуть сориентирует. Смотрите, уже тогда на сайте у нас была цветовая индикация остатков. Если что-то уже критически меньше, чем мне нужно, сайт уже это подсвечивал. Я запускал это в работу, либо мастер. Сайт уже давал мне ориентир, количество работников, какое на каждый день мне нужно. Соответственно, у меня уже был учет хотя бы по сырью. Условно называли поставщиков. Я не называл полностью трио, рога и копыта. Соответственно, сколько осталось. Когда мы продавали товар, я записывал каждую партию и потом заносил ее вечером сюда. Но параллельно меня тоже это не очень устраивало. Я хотел что-то более совершенное. И я начал потихоньку понимать, что если я хочу стать большой компанией, я должен делать как большая компания. Поэтому я обратился к финансовому директору. С финансовым директором мы сделали три основных отчета. Отчет о движении денежных средств. То есть все, что движется по компании туда, либо сюда, все это сразу распознается и раскидывается по нужным категориям. Значит, отчет о прибылях и убытках показывает ежемесячный результат, с которым мы сработали. Баланс показывает, набрали ли мы жирка или не набрали, может быть проели наоборот. То есть это все ликвидные активы, так скажем, нашего бизнеса. И параллельно я начал писать с программистом 1С. Мы полностью с нуля начали писать под себя 1С и начали добавлять туда даже телеграм-боты. Сейчас покажу. Так выглядят наши телеграм-боты, которые я использую. Отчет. Самый левый скриншот – это ежедневный отчет. Мастер заполняет в 1С то, что было сделано. Я сразу вижу и ориентируюсь. То есть второй скриншот показывает самую важную на нашем предприятии. Мы вялем рыбу, как вы поняли. Самую важную характеристику – это количество второго сорта, первого сорта и усушка. Она выделена жирным шрифтом. И я сразу вижу, что если что-то пошло не так, либо наоборот, я такой смотрю, о, смотри, на 2% больше заработал. Или, например, смотрю на позицию, 20% было отхода. Я сразу бью тревогу, звоню, покажите фотографии, либо приезжаю, смотрю и так далее. То есть это оперативный контроль за самым важным показателем. Дальше я вам покажу скриншот третий. Это то, что видит наш склад. Все входящие заявки приходят в чат-бот кладовщику и другим, кто за это ответственный. Они видят сразу, что нужно изменить, добавить и так далее. Последний скриншот – это уже мой бот, который я использую. Я пишу туда текстом, например, слово «остатки» в примере. Пишу слово «остатки» и Одинеско распознает это и выдает мне ответ сообщением «остатки». Вот так просто. Следующая часть контроля и оцифровки – это была контроль температур и показателей влажности в наших самых важных помещениях для нас – это сушилки. Напоминаю, мы вялем рыбу. Значит, покажу, как это выглядит. Это обычный, бесплатный, умный дом. Китайский. Но он полностью выполняет свои задачи. Я вижу все сушилки, с какими они работают, влажностью, температурой. Я могу даже, допустим, если к нам приедет машина ночью, я могу просто с кнопки на телефоне открыть ворота, заедет и так далее. У меня есть признаки для автоматизации, по которым мне не нужно туда залазить и смотреть, какая влажность. Если что-то там будет не так, по вот этим признакам, температура слишком низкая, температура слишком высокая, влажность, мне эта система отправляет пуш-уведомления. Вот самый крайний правый скриншот. Пуш-уведомления, что что-то не так. Таким образом, я постоянно оцифровываю свое производство и это предприятие. Я считаю, это очень крайне важная характеристика предпринимателя, постоянно оцифровывать. Следующая часть оцифровки была в том, чтобы уменьшать количество ошибок, которые допускают сотрудники. Мы все не очень любим ошибки сотрудников, но мы должны сказать, что мы разрешаем вам ошибаться, типа это все нормально, учитесь на ошибках и так далее. Но сами-то мы бесимся, правильно, когда они ошибаются? Когда делают на ровном месте пересорт, недосорт или что-то не так посчитал. Ну, типа, что так сложно посчитать, что ли? И поэтому я постоянно делаю внутри программы такую среду и такие рамки, внутри которых будет тяжелее ошибаться. Вот, например, человек посчитал готовую продукцию, занес ее на приход. Вот. Система посчитала выходы, числа, сколько должно было быть по продукции, сколько у нее получилось. И если мы вышли за пределы разрешенного отклонения, то Одинеско просто говорит, посмотри, пожалуйста, друг, у тебя вот такая партия с таким-то отклонением, что-то там не так. Ну, либо больше, либо меньше, проверь, пожалуйста. Если ты не ошибся, тогда напиши, что случилось, почему так произошло, понимаете? Таким образом мы очень сильно снижаем ошибки. Также мы оцифровываем, ну, мы, по крайней мере, идем на этом пути, да, показатели сотрудников. Ведь, как говорят, оклады зло, да, и надо как-то их привязывать, сотрудников мотивировать, да, чтобы они видели, как они могут заработать, что они должны сделать, чтобы заработать. Хотя бы некоторые показатели мы оцифровали в Одинеске, и от этого у нас будет уже, соответственно, зависеть зарплата. Мы также считаем удельное потребление электроэнергии на килограмм произведенной продукции в этом месяце по отношению к месяцу в прошлом году. Я надеюсь, вы не засыпаете от таких цифр и от таких точных значений. Тем более только что пообедали, и это очень не способствует, да, вашей бодрости. Ну ничего, сейчас мы двинемся дальше. Так, собственно, когда я начал оцифровывать и видеть цифры, да, и что у меня вообще происходит, я стал фриком по экономии. Я начал брать каждую статью расходов и такой, ну-ка, надо здесь по-любому что-то сделать. Мы слишком много платим, надо здесь уменьшать, да. И я буквально вжился в это, и это состояние, когда ты там года четыре только думаешь, как, где, на чем ты сэкономить должен, да. И тем более это усугублялось тем, что на строительство производства, на его работу нужно было постоянно, ну, нужны были деньги дополнительные, да, это какие-то инвестиции, заемные средства, об этом позже расскажу. Поэтому экономия для меня была чем-то, идея фикс такой. Значит, что могу сказать по этой части. По основному расходу у нас это электроэнергия, основная статья расходов. Вот в части электроэнергии я первым делом посчитал, сколько у нас расходуют наши холодильники, и я поменял рев-контейнеры морские, которые до сих пор у многих стоят рыбников, они их используют. Морской рев-контейнер — это такая штука, как у фуры сзади, да, длинная такая колбаска. Кто, для девушек объясню, как бы, ну, кто не связан с техникой. Кто связан, скажу, что это, собственно, контейнер, который используется для перевозки грузов по морю. И требования к этому контейнеру предъявляются такие. Он должен сделать любую требуемую температуру минус 2, там, плюс 5 для цветов голландских, там, минус 2, может, для какой-то пищевой продукции, минус 20 для замороженной продукции. Он должен это сделать в течение трех месяцев, пока движется корабль, любой ценой. Поэтому там, в море, это нормально, но здесь, на суше, это дорого. Я не собираюсь любой ценой поддерживать эту фигню. Вот, поэтому я поменял на промышленные холодильники, которые очень оказались экономичными. Что касается дальнейшей экономии электроэнергии, я подумал, что у нас довольно много энергии тратится на то, чтобы охлаждать помещения в сушилках, особенно летом, в жару. И мы пробурили скважины. Дело в том, что на глубине 40 метров вода имеет постоянную температуру, примерно 10-11 градусов. Постоянная, прохладная водичка. Мы ее берем из этих источников, пропускаем через тепловентиляторы и охлаждаем наше помещение вот такой вот водичкой. Мы обратно ее в скважину выбрасываем. То есть мы взяли, использовали только температуру и выбросили обратно. Таким образом, у нас реже запускаются сприт-системы. Они не так долго работают. Их ресурс тоже, несомненно, увеличивается. И последнее, что я использовал в плане электроэнергии, если кому интересно, мы используем бесплатный уличный воздух тогда, когда нам это выгодно. На данный момент предприятие автоматически мониторит показатели воздуха на улице. Воздух может быть горячий, холодный, он может быть влажный, сухой. Но есть определенная точка, которая нам нужна. И предприятие постоянно анализирует этот воздух. И как только этот воздух достигает этой точки, предприятие полностью переключается на этот воздух, на входящий воздух, понимаете? И сушим мы рыбу за счет уличных условий. Это может случиться в час ночи. Я даже буду спать, я даже об этом не узнаю. Но мы переключились. Мы с часу, например, до 6 утра в экономичном режиме работаем, а там в 7 переключились назад. Приехали, ну, вроде как бы все как и было, но на самом деле мы уже сэкономили на 6 часов работы предприятия. И вы знаете, со всей этой фриковостью к экономии со временем я понял, что каждый последующий сэкономленный рубль всегда достается тяжелее предыдущего. Понимаете, когда я экономил, я смотрел как бы в пол, да? Вот пол – это уровень ноля, ну, дальше нельзя сэкономить, согласны? Если ты тратишь миллион рублей на обеспечение своего бизнеса, все, что ты сможешь сэкономить, это миллион рублей, это максимум. И то, естественно, в жизни реально ты это не сделаешь никогда. Ты максимум сможешь сделать 10%, типа 100 тысяч сэкономил. И то 50, может быть, ты найдешь какой-то легкий способ сэкономить, а дальше десятка следующая, уже, ну, как-то надо было чем-то как-то заморочиться уже. Еще десятка, ну, прям уже. И так ты просто начнешь увольнять, например, людей, которые на самом деле экономили твое время. Ты его не посчитал просто. Ты думал, что зарплата там платится, может быть, и не нужно было. Но ты начнешь вместо него просто работать. Поэтому я понял, что экономия всегда конечна, а дополнительная прибыль такого потолка не имеет. Поэтому я начал искать территории в стране, где платят больше за рыбу. Я начал искать категории товаров, номенклатуры, которые приносят больше прибыли. И я начал думать в ту сторону, как мне найти тех людей, клиентов, которые готовы платить больше, может быть, даже где-то недалеко от меня. В результате этих размышлений я решил заниматься на предприятии, решил ввести розницу. То есть мы начали работать с магазинами, сетями. И действительно, все думают, очевидная вещь, работай с розницей напрямую, минуя посредника, и ты будешь забирать его в маржу. У тебя будет дополнительная маржа, да, типа ты большие цены, выше же цены, разве нет? Я поработал так пару лет, и я увидел, что есть сопутствующие расходы, такие как непроданный товар, который приходится регулярно списывать, такие как амортизация автомобиля, ремонт и так далее. Ну и в общем выяснилось, что это абсолютно не несет в себе выгоды. И мне пришлось в мае этого года закрыть розничное направление, которое занимало 10% от нашей выручки. А теперь вопрос. Я, получается, закрыл это направление и вроде как лишился 10%, согласны? Ну как-то это, наверное, больно. Ты привык к определенным продажам, и тут как бы сразу все отсек от себя. И я решил, что я могу компенсировать 10% за счет того, что я буду догружать по оптовым заявкам 10%. То есть если мне заказали тонну рыбы, я отгружаю тонну 100%. Никто не будет мне звонить и говорить, Роберт, ты что-то там перегрузил, это что, я вообще возмущаюсь, это возмутительно, я заказал тонну. Такого не бывает. Поэтому мы просто на ровном месте скомпенсировали 10% за счет такого простого шага. Касаемо экономики и экономии, это большая довольно у меня тема. Я считаю, что выведение прибыли собственникам из бизнеса является санитарно важной процедурой. Санитарно означает, ну а здоровительно, это практически оздоровительная процедура. Я довольно долгое время аккумулировал денежные средства и прибыль предприятия в товар, в какие-то дополнительные там, не знаю, в станок или что-то еще. То есть все время назад, назад, назад вкладываешь, 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 бесконечно. И когда тебе уже вроде как не во что дальше вложить, у тебя начинают на счетах эти деньги собираться, так? И ты начинаешь на эти деньги ошибаться. То есть если ты имеешь на расчетных счетах деньги, на закупку товара, например, и принимаешь за это решение, ты можешь уже не настолько скрупулезно проверить контрагента. Ты не так внимательно относишься к тому, а нужен ли был тебе этот товар. Таким образом, если ты не выводишь деньги из своего бизнеса сам, то другие люди совершенно легально выведут твои деньги из твоего бизнеса. За счет таких вот неоправданных, непонятных покупок. Понимаете? Вот. В итоге такие покупки снижают только прибыль. То есть если ты не выводишь прибыль из бизнеса, оно у тебя со временем только будет снижаться. У тебя будут ненужные остатки. У тебя, во-первых, твои сотрудники, если будут ошибаться, ты будешь к этому тоже спокойно относиться. Ну типа есть деньги, сейчас, ну, закроем, забьем деньгами проблему, да? Вот. Это очень плохо. Поэтому я считаю, что бизнес должен быть постоянно в финансовом напряжении. Такая вот мысль. Касаемо личных расходов, и это тоже всех очень беспокоит, согласны? Вот одни люди говорят, экономь, покупай по скидке, сэкономил, заработал, сэкономил, инвестировал, сложный процент, короче, через 35 лет вышел на пенсию, да, на этом сложном проценте, короче. Вот такая есть, это больше такая западная ветка, да, экономить и не растрачивать деньги. Наша больше современная реальность это в том, что трать деньги, радуй внутреннего ребенка. Согласны, слышали это? Радуй внутреннего ребенка. Значит, больше тратишь, больше зарабатываешь, поощряй себя и так далее, и так далее. Типа мотивируй себя этими тратами. Я считаю, что в наших реалиях бизнес – это все-таки не такая уж и стабильная система, да, и не такая уж и долговечная. Ни один бизнес не существует там в вечность, да, или даже там в течение нашей жизни. Большинство бизнесов вообще закрываются там через 5-7 лет, я не знаю, но тут есть у нас спикер с исключением 30-летний бизнес, да, это круто. Следующий спикер. Но реальность такова, что так это не работает. Но повышенный образ жизни, завышенная планка образа жизни предпринимателя в сложное время для бизнеса сыграет злую шутку, потому что снижать свои расходы, снижать свой уровень жизни намного сложнее. Никто этого не хочет делать, согласны? И это явление называется инфляция образа жизни. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь. И это, конечно, проблема. Мы все знаем таких людей или слышали и видели, когда у него маломальский там пошел бизнес, все, пошла машина, квартира, там шубы, не знаю, там золото, роликсы, да, особенно все хотят, чтобы роликсы все покупали, да, там, на первые деньги. Вот. Но чуть какая-то загвоздка, кризис и так далее. Банкрот, банкрот, банкрот. Поэтому в этом вопросе я решил, что, ну, надо, как минимум, хотя бы просто придерживаться практичных трат. Безусловно, расходы, безусловно, траты нас всегда радуют, нас поддерживают, в нас энергию. Я до этого сказал, что я купил автомобиль, да, электромерс. Но я чувствую эту энергию, это то, что внутри меня начало будоражить, скажем так, интерес, да, вообще, наверное, к жизни, а не только к бизнесу, да. Вот. Но я считаю, что траты должны быть, у предпринимателя, траты должны быть больше практичные. То есть хотя бы надо покупать то, что ты можешь легко продать. Либо в идеале продать еще дороже, это вообще по-предпринимательски, да. Либо то, что ты будешь использовать хотя бы, да, не должно быть таких трат, которые просто пришли и ушли, ты бы даже не запомнил, у тебя даже нет впечатления об этой трате, понимаете. Вот, хотя бы так. Значит, следующий принцип – стрессоустойчивость, множитель роста. Вы знаете, когда ты начинаешь строить предприятие, начинаешь заниматься каким-либо делом, но я говорю за свое, да, ты постоянно переживаешь из-за всей фигни. Вообще, как говорится, дерьмо будет постоянно происходить в бизнесе. Оно будет происходить постоянно. Что-то всегда будет ломаться, что-то всегда будет работать как-то не так. Уволится сотрудник. Да е-мое, что ж такое, а? Все, не хочу ни с кем разговаривать. Там, не знаю, выключили свет. Ёпта, целое предприятие, там 14 тонн рыбы, а у меня нет света. Ну как так, е-мое, что мне делать? Все, сейчас утром буду только черепки собирать, да? Короче говоря, стресс будет с нами всегда. Но особенно, когда мне присылали фотографии мои клиенты, особенно тогда я тоже стрессовал. Я очень такой гиперответственный всегда был, знаете, отличник. Мне присылают фотографию, а там у рыбы надломанный хвост. Вот смотрите, просто молча фотография от клиента с рыбой с надлобленным хвостом, так? Даже текста нету, так? Все это пи***ц, короче, вообще. Я такой думаю, на этом он заканчивает работу со мной. Это вот прощальная такая вот была фотография, короче. Все на этом завершилось, закончилось, до свидос, короче. Эти фотографии он сказал, до свидос, братуля. На самом деле, я с этим человеком потом увиделся. Я всегда просто на измене был. Знаете, я спал плохо. Я ночью думал, как мне утром, что мне делать. Я сейчас всех там разорву, пойду сам все за всех делать. Короче, я исправлю. Я не досмотрел, понимаете? Но потом я вижу с этим человеком, он собственник своего там дистрибьюторского бизнеса. И он видит этот мандраж, он видит, что у меня бледное лицо, как бы. Я с ним разговариваю, говорю, все нормально. Я все вроде бы, мы все поправили, короче, да? А он мне говорит, Роберт, слушай, я работаю там с шестью сотнями, например, магазинов, сетей, да? Я не только твой товар продаю, я еще другой товар продаю. И мне постоянно все эти люди присылают такие фотографии. Понимаешь, каждый из них считает своим долгом вот тебе скинуть этот негатив какой-то. Что-то случилось у него, ну какая-нибудь, там клиент что-то вернул. Может быть, знаете, даже скидывают просто вот, клиент порезал рыбу и в кулечке прям так вернул, типа, и тебе эту фотку могут прислать. Например, ему, да? Типа, вот недоеденная рыба, короче, не понравилась она ему. И он говорит, если бы я реагировал так, как ты, на все эти фотографии, ну согласись, у меня был бы давно инфаркт, так? И я бы уже не расширялся, бы не работал. И я задумался, во-первых, ну во-первых, что он сам об этом со мной поговорил, и как-то я понимаю, что у него такая же проблема, да? И я как бы стал к этому полегче относиться. Я понял, что нужно относиться к проблемам с ухо по эмоциям, но очень ответственно умом. Ответственным быть надо, но эмоционально ты должен это не воспринимать. Чем является любой бизнес? Любой бизнес, по сути, является утилизацией стресса клиента за его же деньги. То есть, если, допустим, мне понадобится сегодня фура масла, матюль, да, я обращаюсь к Виктору, следующему спикеру, и мне вот просто горит, мне нужно это масло, у меня стресс. Он этим маслом, он это масло прогоняет, может быть, там по 600 тонн в день, я не знаю, какие у него объемы, но он скажет, да запросто, вот она фура, вот масло. Он и утилизировал мой стресс. Причем стресс, он примерно одинаковый у клиента, может быть, что на 20 килограммах рыбы, что на 5 тоннах. То есть, и магазину, для магазина очень важно 20 килограмм, чтобы ты ему поставил, и это прямо у них продажи остановятся, если у них не будет 20 килограмм, понимаете? И ты этот вопрос должен решить. И 5 тонн это тоже стресс для клиента. Так вот, чем большего масштаба стресс ты можешь утилизировать, тем большего масштаба будет твоя личность и твой бизнес, будет пропорционально расти. Собственно, это было в этом слайде. Следующий принцип, который я усвоил в рыбе, это техника новичок. Это не про отравляющее, кстати, вещество. Техника новичок заключается в том, чтобы так построить общение со своим контрагентом или конкурентом, чтобы он не чувствовал от тебя опасности. Вот нашим конкурентам-рыбникам, вот это такая, знаете, это такая консервативная ниша, что каждому из них, ну, лет по 20, по 30, там просто, вдумайтесь, там дед занимался рыбой, вялил эту рыбу, потом он передал это своему сыну, сын передал внуку, и они об этой рыбе знают нахрен все. Они знают все виды рыбы, они знают три названия у каждого вида рыбы. Знаете, у таранки там, может быть, три названия, например, каких-то, они это будут знать, они будут знать, там, в какой, вот конкретно в какой месяц, что с этой таранью будет происходить, у них какие-то пупырки по телу, а я буду просто думать, откуда, что это такое, я сделал, понимаете. И когда у конкурентов 20 лет опыта, 30 лет опыта, а у тебя 2, это становится проблемой, тебе нужно быстро нагонять этот долбанный опыт, понимаете, эти нюансы. И приезжали они иногда к нам, и я делал таким образом. Я с ними общался, и я задавал вопросы немного наивно, да. Я вообще полностью делал впечатление, что я вот школьник, может быть, даже еще в детском саду нахожусь, а он просто профессор там высшей школы экономики, понимаете. Между нами пропасть просто, да, и я его никогда не догоню. Что бы он мне ни сказал, как бы он мне умный профессиональный совет бы не дал, мне его вообще не догнать, и я для него никакой опасности не представляю. В этом плане мы быстро нагоняли. Я задавал вопросы наивно, но в них была суть, которая мне нужна. Они мне давали эти советы, я это все запоминал и записывал, и мы быстро нагоняли этот опыт 20-летний. То есть этим ребятам 20 лет, а нам было там 3-5, вот сейчас, например, 6 лет нам, да. И в этом смысле крайне важно, чтобы вообще вы никогда даже не задумывались о том, чтобы как-то высоко себя ставить в беседе с конкурентами, с коллегами, потому что вы очень сильно упускаете то, что вы можете приобрести в этом разговоре. Никогда не нужно думать, что, слышь, да, там этот уровень, то есть там какой-то вообще не тот уровень, там, да, это вообще новички какие-нибудь, там, я даже не буду заморачиваться. Или наоборот, там, я, у меня своя тема, я там очень сильно автоматизировал, а они там вообще без автоматизации, о чем я с ними разговариваю? Такого вообще не должно быть, так? Так что техника новичок мне очень помогла набрать очень быстро нужный опыт. Принцип семь. Кредитное плечо твоего бизнеса – это легальная суперспособность. В самом начале, когда я был еще до, скажем так, в период до занятия бизнесом на предприятии, я постоянно удивлялся, откуда у людей финансы на то, чтобы строить целые торговые центры, покупать такие торговые центры, расширять их и так далее. Даже просто у меня был вопрос, откуда бабки на эти тачки, которые там стоят 10-12 миллионов, я не знаю. Ну, типа человек может три года позаниматься чем-то там, какой-то, не знаю, темой перепродажи чего-то, и он уже потом на X7 там, например, катается, да? Тогда такой машины не было, но я пример привожу. И когда я начал заниматься бизнесом, я обнаружил, что постоянно поступающие деньги на расчетный счет, постоянный появляющийся денежный поток в бизнесе начинает уже становиться для меня крутой возможностью к покупкам тех вещей, которые никогда в жизни я бы не смог сам купить. То есть денежный поток бизнеса, то есть даже часть этого денежного потока может стать точкой отправной для большого кредитного плеча. То есть ты можешь буквально там в множители взять сумму денег и с ней уже что-то делать сегодня. Это как бы, знаете, может быть, наверное, это немного банально звучит, ну кредит и кредит. Но на самом деле это вот мне дало большое такое понимание, что большинство этих вещей крупных делаются за кредитные деньги. Застройщики строят эти целые ЖК тоже на кредитные деньги. Просто там процент, конечно, крутой, там 2-3 процента, это я узнал недавно. Но все это делается на кредитные деньги. Так что иметь свой бизнес в этом плане очень прикольно. Что касается инструментов финансовых, которые я использовал за все время. Я сложил все, что я делал за 7 лет и собрал вот такой списочек. Источники финансов, которые я применял в бизнесе. Самое скучное – это вложить собственные средства. Потому что сам себя не спросишь процент, сам себя не потребуешь назад деньги. Ну типа вложил и как-то забыл, короче. Это, я считаю, самое такое скучное и, наверное, неинтересное из этого списка. Второй пункт – займу родственников. Я вам скажу, во-первых, я очень благодарен всем тем родственникам, которые поверили в это производство. И передали свои кровные денежки. Это никакие не бизнесмены они были, это просто люди, которые имеют накопление. Возможно, они были лучше меня по финансовой грамотности и смогли откладывать. Они их дали нам, и мы их вложили в производство. И я скажу, что ничего так не объединяет и не улучшает отношения между родственниками, как общие деньги. Мы созваниваемся часто, как дела, как работа. Понимаете, да? Все хорошо, конечно, все нормально. Минус у этого способа, у этого источника денег – то, что если они попросят свои деньги назад, надо порвать пятую точку, но сделать это и ни в коем случае, конечно, не испортить все, как это шло. Вернуть своевременно. Мы возвращали своевременно займу знакомых. Это похоже, как у займу родственников, но тут уже есть все-таки какой-то финансовый интерес у этих людей. Они уже закладывают процент. Например, мы платили 18% годовых. Кстати, платили, как примерно кредит тогда был, вот как-то так сложилось. Бумажек никаких не писали, просто на доверии. У этого способа минус какой? Ты платишь постоянно этот процент, но в отличие от кредита у тебя не уменьшается эта сумма, которую ты должен. Ты понял? То есть ты просто платишь этот процент. И мы за многие годы, я, честно говоря, никак не возьму и просто не верну этому человеку. Думаю, что это довольно дешевые деньги. Думаю, что их возвращать, короче. Но я понимаю, что за эти годы я столько этими процентами, я уже, наверное, 2-3 суммы отдал давно этими процентами. Но мне удобно. Я говорю, я беру фракцию от денежного потока и использую эти деньги с намного большей эффективностью, чем если бы я их вернул. Кредит. На этом не буду останавливаться. Все знают, что такое кредит. Кредитные карты без процента на снятие. В некоторые периоды, когда у меня были одновременно, например, нужно строителям заплатить, приехало сырье, нужно оплачивать, например, хотя бы часть. И еще сегодня авансы у сотрудников. Ну, что ты сделаешь там, разорвешься как-то. Я себе держу несколько кредитных карт, у которых обязательно нет процента, условия, что нет процента на снятие в первый месяц. Просто снимаешь те деньги, то, что нужно делаешь, допустим, через 2-3 дня закладываешь обратно на карту и все, ничего не поменялось, никаких процентов не заплатил. Такая возможность. Я ее тоже иногда использовал. Но это было несколько лет назад, сейчас уже не использую. Рассрочка. Классный вариант был. Мы в рассрочку купили участок для производства дополнительный. Мы купили в рассрочку холодильник 30-метровый. Это на самом деле просто реально разрыв пятой точки был бы, если бы мы все это попытались единовременно взять и оплатить. Это невозможно было просто. Но, как я уже говорил раньше, долг в бизнесе условен. И человек, который сделал мне холодильник, ему были свои выгоды от того, чтобы это сделать. Я платил в наличку, например. Например, у него там, допустим, какие-то были с этим свои НДС-овские, возможно, приколы. Соответственно, он там возвращал, он покупал все-таки оборудование по НДС, и, возможно, в этом была его выгода. А я ему в наличке платил. Все, не нужно обналичивать деньги. И он терпел в течение года. И мы в течение года каждый месяц давали ему в рассрочку какую-то сумму. Все. Отсрочка. Отсрочка – это тоже крутой инструмент. Вообще, типа, никаких процентов, ничего нет. Типа, просто платим за сырье равными долями, например. Даже если мы можем заплатить за это сырье сразу. Зачем платить, если можно сделать это в отсрочку? Тем более, если это оговорено и все с этим нормально. Ты взял сырье, ты можешь его переработать, продать несколько раз, уже купить что-то еще. Но здесь спокойно рассчитываешься. Крутой инструмент, я считаю. Короткая кредитная линия. Это что-то похоже на кредитную карту, только действует уже в банке, в юридическом лице. На месяц они делают. То есть ты можешь в течение месяца взять, например, миллион, как что-то с ним сделать, прокрутить туда-сюда, вернуть, и ты не будешь платить никаких процентов. Если ты делаешь это уже на второй месяц, там будут проценты больше, ну так, ощутимо больше, чем если бы ты взял просто кредит. Длинная кредитная линия – это то же самое, но только тебе уже одобрили заранее какую-то большую сумму, и ты ее сколько тебе нужно взял, на нее платишь 18% годовых. Вернул назад, все, у тебя обратно эта сумма восстановилась. И самое такое козырное, наверное, это предоплата от клиента. Одна из таких крутых возможностей, которые я использовал, это договориться с клиентом, чтобы он оплатил тебе все поставки на 6 месяцев вперед. Вот в рыбе это не часто происходит, по крайней мере. Мы договариваемся, что мы фиксируем цену на момент, когда нам перекидывают деньги. Минус у этой опции, то есть плюс в том, что ты можешь сразу кучу рыбы купить, ну если про рыбу говорить, кучу товара купил, и сразу можешь со всеми клиентами торговать. Но минус в том, что на последние месяцы, когда уже немного остается денег вернуть, ну например, у меня оставалось, допустим, 2 миллиона, потеря от разницы между ценой с этим контрагентом и рыночной, то есть разница в цене уже набежала такая, что я терял 10% в месяц. Это до хрена, конечно. Я считаю, это много. Поэтому здесь надо, наверное, может быть, цены изначальные повыше как-то пытаться продавить. Ну, в общем, инструмент такой, мы им пользуемся. Это что касается кредитного плеча. Я думаю, я раскрыл подробно. Следующий принцип. Спасибо, ребята. Бояться кредитов не нужно. Я, вот, знаете, возможно, какое-то альтернативное для вас мнение, да, или что-то такое. Все стараются, ну нахрен, закрой кредит, закрой кредит, закрой кредит. Но как раз-таки это офигенная возможность, и это не такие дорогие деньги для того, чтобы ими не пользоваться. Вот, поэтому посмотрите на этот список, и если кто-то успел сфоткать, пользуйтесь. Ну, с родственниками не заигрывайте все равно. Следующий принцип. Бизнес – моя жизнь. Я хочу сказать, что я практически постоянно думаю о бизнесе. Я думаю о делах постоянно. 80% разговоров с людьми, с которыми я вообще разговариваю, ну, даже с мамой, это о делах, о работе. Понимаете? Я считаю, что бизнес – это такая же профессия. Предпринимательство – это такая же профессия. Вот Дима тоже, кстати, постоянно, он все стремится ускорить. Быстрее, скажи, быстрее, быстрее. Потому что он думает о работе, о делах. Нет времени на все это дерьмо. Даже если я поеду на отдых, я все равно буду смотреть, как там люди зарабатывают деньги, как они получают эти деньги, какие у них интересные фишки. Сервисы и так далее. Никогда я не перестаю думать о бизнесе. Принцип девятый. Прорывные возможности приходят сразу, как только ты к ним становишься готов. За все время работы я могу сказать так, что у нас было два случая, которые не вписываются немного в мое понимание, как такие возможности могли прийти. Я, вот знаете, все время думаешь о бизнесе и думаешь о том, что бы ты хотел, чтобы у тебя было, допустим, что бы тебе позволило очень сильно продвинуться, например. И ты просто держишь это в уме. И вот в два раза уже у меня было такое, когда эта вещь конкретная, то, что я держался в уме, она просто приходила, и мне говорили, ну типа, хочешь? Я не запрашивал никого. Можем сделать. И это была настолько большая возможность в моменте, что вот буквально 3-4-5 месяцев назад, если бы она пришла, я бы точно обосрался бы и сказал, я не потяну. Я не потяну. Спасибо. Конечно, не надо. Но в этот момент это было уже для меня нормально. То есть я дозрел, и я созрел к этой возможности. Я ее взял, и я ее спокойно реализовал. Поэтому предыдущий принцип «Бизнес. Моя жизнь» как раз-таки говорит о том, что вы должны все время продвигаться и готовить себя к тому, что однажды нужная крупная возможность к вам придет, и вы должны ее принять и ею воспользоваться. И, кстати, главный вывод был в том, что сначала я понимаю, что сначала растут люди, потом людям приходят крутые возможности. Крутые возможности, когда становятся реализованными, растут компании. Именно в такой связке все работает. Так, последний принцип. Ох ты, Дима тут логотип вставил свой. Принцип 10. Самый важный. Магия открытости, нетворкинга, общения. До того, как я вступил в реактор, я думал о предпринимателях, о других, что это какие-то просто боги, какие-то люди, которые… У них все оцифровано, автоматизировано, делегировано, структурировано. Уехал на Бали, там, что-то все нормально у него, приехал, там, все работает, да. Уволить надо, уволил. Нанять надо, он нанял. Принял решение, принял решение. Вот так. Короче, это просто какие-то монстры. И мне было даже страшно с другими предпринимателями пообщаться, понимаете. Я просто думал, что я какой-то вот азовчанин, который… Кто я, да, по сравнению с вами? Но придя на первую встречу, это было, наверное, мне кажется, стадия или что-то такое. Я весь вечер только и делал, что знакомился с резидентами. Там, ювелирное дело, там, стоматология. Ёпта, у него там… Это что-то самый келлер, да, Рома Погребов, например. На первой встрече было. Я такой, нифига себе, стоматология. Другой, третий. И я даже забыл поесть. Я просто был страшно голодный в итоге, ушел оттуда. Но я зато был полностью насыщен вот этим общением. И мое представление о предпринимателях полностью поменялось. И я могу сказать, что сообщество – это крайне важно для развития вашей личности, для дозревания мужчины, как мужчины. Потому что ты общаешься с людьми разного поколения, с людьми разного уровня, да? И, безусловно, ты что-то берешь для себя, ты созреваешь. Поэтому навык общения – это самый главный навык предпринимателя. Ваш бизнес может развалиться, вы можете завтра закрыться. Но то, как вы разговариваете, то, как вы договариваетесь, останется с вами навсегда. Если вы хорошо разговариваете, вы продадите все, что угодно, кому угодно. Поэтому именно этот навык вам нужно тренировать. Вместе со стрессоустойчивостью, кстати. Всегда надо знать, чем ты можешь быть полезен. И всегда нужно выходить на контакт самому, на любой движухе, куда бы вы ни пошли. Надо с кем-то, кого-то подцепить, с кем-то пообщаться. Чем ты занимаешься, как дела? Я занимаюсь этим, я могу быть этим полезен. Я вам сейчас расскажу последнюю такую историю. Буквально недавно у меня поломался автомобиль, который я вам рассказывал, я его купил. Ну, несерьезно, поломался, не переживайте. Я поехал на… Просто села батарея. Я забыл, как заряжать. У меня порвался провод от зарядки. Короче, я приехал к официальному дилеру, поставил машину и сел в зоне, где пьют кофе. Я взял себе кофе, сижу, никого не трогаю. Заходят мужчина и женщина. Ну, лет, наверное, 45-50, так примерно. И они друг с другом вообще создают какую-то машину, там, типа, а вот это, а вот то, а китайцы сейчас какие, да, вот это все. Он подходит к кофемашине и такой, типа, бьет ее там по боку, да, чего она не выдает кофе, да. Я там тоже говорю, я там, я решил встрять, я просто не знаю зачем, я просто начал с ним разговаривать. Я говорю, вот я тоже, говорю, инструкцию искал, там, на эту кофемашину, короче. Я еле-еле кофе этот получил. Потом, там, женщина начала продолжать. А вот, может, электромобиль взять. Я такой, ну, это все, мой звездный час, я сейчас тебе расскажу. Я говорю, да, да, нормально все, говорю, все там нормально. Я говорю, откуда вы? Она, говорит, ну, назвала регион там, рыбный регион, я сразу почувствовал, знаете. Да. Я говорю, а чем занимаетесь, не рыбой ли? Она говорит, рыбой. То есть люди проделали, проехали тысячу километров специально, чтобы в своем регионе там не светиться походу, да, там, типа, он тачку себе выбирает новую, или что, я не знаю. Он приезжает в наш регион, и я приезжаю в это же место. И все, что нас разделяло, способность подойти и заговорить, пообщаться. Класс. И в итоге выяснилось, что этот человек директор рыбного колхоза, крупнейшего в этом регионе. Мы с ним разговаривали, я забыл про эту машину, честно говоря, мы с ним говорили часов в пять. Там, заказал еды, роллов, там, сидели, кушали, он мне рассказывал, у него 25-летний был опыт в рыбе, он мне рассказывал свои нюансы. Я там делился своими, там, задавал вопросы, техника новичок. Вот. И в итоге я у него через две недели заказал первую фуру рыбы. И это была самая качественная рыба, что вообще за все время получал. Я много рыбы повидал, да? И много просто... С собой одели. А? Сегодня с собой одели. Она в качестве подарка. Этот рыбный любитель. Я сразу слышу такие вопросы. У меня все с собой, Саша. Короче говоря, это была реально очень качественная рыба. Я очень рад был, что все так случилось. Поэтому, если вы можете, если вы найдете время, если вы хотите, вступайте хоть в какое-нибудь сообщество. Они бывают разные. Могут быть сообщества психологов наверняка там есть, не обязательно по бизнесу. Но тренируйте навык общения с людьми. Тренируйте открытость. Тренируйте некий детский интерес к другому человеку. И я вам обещаю, что это будет окупаться стократно. Спасибо. 10 принципов для фотографирования, да? Давайте еще раз скажу спасибо. Классно. Спасибо. Так пел. Молодец.